Урок начать с такой вот красивой сувичаром, она тут на самом деле двойная, основная, как бы первая, и как бы правило в интернете можно найти именно ее, но она еще замечательна как раз тем, что в ней огромное количество той грамматики, которую мы с вами уже прошли. Да, и что это значит за сувичаром? Сапна – это такое слово, которое означает и сон, и мечта, как в английском dream. И суть этих предложений в том, что сны – это не то, нагихотэ, да, хона – глагол быть, да, нагихотэ, не есть, они не то, джо, вот у нас еще этой формы не было, но это то, что, да, То есть вот у нас есть вопрос, кто или что, а есть утверждение, джо, джо сонэ пар, джо сонэ пар, джо сонэ пар, да, мечты – это не то, что нам приходит во сне, сонэ пар, да, соответствующим образом. Приходит а на глагол, а-тэ-хэ, во множественном числе. Сапне – во-хотэ-хэ, джо сонэ на-хидэ-тэ. Сны – это то, что не дает нам спать. Сапне – во-на-хи-хотэ, джо-ронэ пара-тэ-хэ. Сны – это не то, что дает нам плакать. Но вот я это слово еще раз проверю, потому что, честно, в нем я сомневаюсь, я, может быть, вам еще его подкорректирую. Во-хотэ-хэ, джо-ронэ на-хи-дэ-тэ – это то, что нам не дает плакать. Тэ-тэ, да, собственно, давать. Рона – это и глагол с одной стороны, с другой стороны – это как действие, да, плач как таковой, да, соответственно. Ну, вот видите, здесь и послевология, собственно, с косвенным падежом, и вот те самые глаголы, которые мы проходили в прошлый раз. Но что, я предлагаю тогда сразу попробовать какие-то из этих глаголов потренировать на каком-нибудь нам небольшом простом диалоге. И как раз вот тут мы разберем с вами вот эту форму тум. Тут как раз в этом смысле замечательно есть такой пример по поводу грубой формы, ну, постановки, как бы, просьбы, которая может быть в домашней обстановке, ну, как бы, соблюдена. Да, здесь у нас трое героев, на самом деле, и, ну, я буду играть тогда за Камалу, а Наталью тогда попрошу за всех остальных, там, собственно, двое. Нет, я тогда буду за Суреша, да, а Камалу, Наталью попрошу за Камалу и за Раджи, это вот этот вот маленький мальчик. Да, Суреш – это вот гость, который пришел к семье, и вот он как бы тут угощается. Да, ну, вот первая строчка тогда ваша, Наталья. Ай-е-суреш, кхана-те-яр-хе, бэй-ти-е. Бэй-ти-е. Бэй-ти-е, угу, бэй-ти-е. Угу, замечательно. Да, тут, может быть, немножко надо меньше сделать, чуть сложнее читать будет, но завтра все влезет. Радж. Радж-ту-бэйт, идхар-мат-бэйт, удхар-бэйт. Ага, идхар-мат-бэйт, удхар-бэйт. Это вот еще одни слова, которые вот мы с вами прошли, яха и ваха, но есть арабские, и они тоже, собственно, используются в хинде, потому что они пришли, ну, как бы, со стороны, это больше урду, как бы, по сути, чем хинде. Идхар и удхар. Идхар означает здесь, удхар означает там. И соответствующий есть вопрос тоже, кидхар, тоже бывают индийцы используют, где, собственно, да, или откуда, кидхар-сэ. Угу. Так, ну, тогда получится, что я буду за Раджа. Тогда это будет логично. Ама, мучка чай до, мучка дуд пасант нахи. Дуд чай мат пи, дуд пи, дуд до, аби бахут чотаге бэта. Суреш анкал, ама, сэ, ка, ги, е, ки, мэ, ч, хо, та, бача, нахи, гу. Так, ну, тогда вам придется теперь за Суреша. Наги рач, тум, то, бахут баре адми, хо. Камла, рач, сахапко чай до. Ну, я тогда буду уже за Камла. Суни-е суреш. Рач бара адми, то, гэ, лякин бара шейтан бхи, гэ. Вот такая вот история. И вот здесь как раз вот эта самая история про, ну, как бы грубую, но на самом деле, ну, то, что используется в домашнем обиходе, да, и вот тут мама с ребенком разговаривает, когда команды, они даются, ну, то есть просьбы, они даются в такой очень короткой форме, да. Ну, разберем по самому диалогу и думаю, что все станет на своем местах, да. Значит, ае, суреш, хана ты ярхе, битхи е. Наталья, переведете? Да. Иди сюда, суреш. Ну, ае, иди, суреш, еда готова, садись, пожалуйста. Практически, но не совсем, да. Ае, суреш, это значит заходите. Да, то есть ае, это входите, проходите. И битхи е, присаживайтесь, ну, можно так перевести. Шукрия, ача, тутум, акели, наги, го, рач, фиге, ду, среба, че, кага, ге. Спасибо, хорошо, ты не один? Не одна. Акела, да, это один, а акеле, соответственно, женский род, да, соответственно, ты не одна. Угу. Радж так же здесь. Ага. Второй ребенок где? Второй ребенок где? Другие дети. Да, тут не «дус рабоча», да, тут минусное число, «дус рабочек», ага. Ветто аби бахархе кхан маркетме. Раджут ту бет, идхар мат бет. Удар бет. Они сейчас бахархе вне, вне, да, где-то? Снаружи, просто если. Снаружи. Они как бы где-то, не дома можно и так сказать, но по сути, по большей части это снаружи. Кхан знаешь такое? Кхан, это, если не знаете, вы наверняка знаете Шарук Кхана, например. Конечно. Конечно. Кхан это фамилия мусульман. То есть практически, если вы встречаете человека с фамилией Кхан, это 100% что это, собственно, мусульманин. Если вы встречаете индийца с фамилией Синг, то это 100% что он Синг, и он скорее всего из Панджава. Ну там 90% что он оттуда. Может быть еще из Америки или из Лондона, их очень много еще за границей. Но вот если это Кхан, то это мусульманин. Если это Синг, то это либо просто Панджавец, либо вот это сикхизм, отдельная такая религия, достаточно молодая на самом деле. Кхан Маркет Мэй, да, ну то есть на рынке, на мусульманском рынке, по сути, который так называется. Радж, ты садись, а здесь, не садись, там садись. Да, то есть здесь ты сядь, то есть бетх это вот такая очень простая форма. Сядь, ты сядь, здесь не садись, там садись. Да, то есть вот тут как раз вот она обращается ту, вот это вот, самой простой формой, и поэтому здесь вот только коренная часть глагола. Мама, мучко чай, до, мучко дуд, пасанг наги. Мама, мне чай дай, дай мне чай, а мне молоко не нравится. Мне нравится, да, мы еще эту форму не проходили, но это вот следующие у нас уроки будут. Мучко означает мне пасанг наги, не нравится молоко. Да, мне молоко не нравится. Ту чай мат пи, дуд пи. Ты чай не пей, а молоко пей. Ты сейчас очень маленький сынок. Точно. Суреш анкл, амасэк ги, кимэ, чо-то бача на гиго. Анкл не знаешь, что это. А, это английское слово, означает дядя. Да, это чем дядя, а ну я поняла, английское я знаю. Ну вот, ну вот бывает, что да, оно путается, то есть так как бы в контексте не понимаешь откуда это, действительно. Суреш, дядя Суреш, маме скажите, я не маленький ребенок. Да, я не маленький ребенок. И Суреш его поддерживает, да, конечно, и говорит, что... Ну вот у нас в книжках, может быть, видели по-русски сахиб. Сахиб, это в первую очередь англичан, так называли индийцы. Сахиб, это как бы господин, по сути. Ты дай господину чай. Да, господину Раджу. Дай чаю. Суни, Суреш. Радж бара адми то хе, лекин бара шейтан хи хе. Суреш, послушай, Суреш, я большой мужчина, но я, ты, большой, это... Что-что? После большой отож... Это вот как русское слово практически, да, шейтан, ну, как бы, демон. Узбеки, они тоже используют это слово, да. Но дословно как получается, точнее, более литературно. Суни, послушай, Суреш, рад, что, да, вот это то очень важно. То большой человек-то есть, да, но и большой проказник, ну, можно еще так сказать, да, что он тоже как бы есть. Ну, тут дьявол перевели по-английски, собственно, это слово. Так, замечательно. Смотрите, но читать одни диалоги, может быть, нам не так будет удобно и интересно. Я предлагаю еще потренироваться нам немножко с глаголами. К сожалению, только Наталья сегодня у нас может пообщаться, но у нее зато будет хорошая практика. Смотрите, я буду показывать на, как бы, соответствующего героя, задавать вопросы, да. И, соответственно, на них нужно будет поотвечать. И мы таким образом потренируем и дополнительные глаголы, которых у нас не было в прошлом уроке. Ну, и вот эту вот конструкцию, которая у нас была с одной стороны, а с другой стороны, ну, вот, может быть, еще какие-то новые слова. Ну, а-а-а. я локио карта карта и 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 коробка деба деба нет просто деба банк арта и конхи и доктор киа карта и и доктор отлично так следующая я одни киа карта я одни кита порта пускай неважно ел арка киа карта в данном случае тут она деба ел арка деба кольта кольта открывает вилок я карты бегут ел арки киа карти делили хри дэй на санскритской следующее я одни киа карта четыре баната в окон отлично ел арка киа карта а может быть и девочка да ну сложно сказать хорошо пускай ларки и ларки киа карте и а ел арки дути 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 это разбивать ломать и конхи и а и у и а и и и и и и и и и ТОВОКЯ ВОКОНГЕ ЯДИВО ПАДХАТАГЕ ТОВОКОНГЕ Ну, лётчик, я не знаю. Нет, ПАДХАНА означает учить. Да, у нас было до этого читать или учиться, это ПАДХАНА, да? Да, это учитель, запутка немножко такая, это АДЯБАК, хотя и самолёт. Ну, он обучает самолётом просто, такой специализированный преподаватель. ЕЛАРКА КИЯ КАРТАГЕ ЕЛАРКА ДЕКТАГЕ ДЕКТАГЕ, отлично. Так, какое у нас там уже следующее? ЕАДМИ КИЯ КАРТАГЕ ЕАДМИ ИНТАЗАР КАРТАГЕ Интазар КАРТАГЕ, да, ожидания. Угу. Е ДОКТАР КИЯ КАРТАГЕ Е ДОКТАР ХОЧ КАРТАГЕ ХОЧ КАРТАГЕ, да, исследования, ну, про поиск. ЕАДМИ КИЯ КАРТАГЕ ЕАДМИ МУРТА ЕАДМИ КАРТАГЕ ЕАДМИ КАРТАГЕ ЕЛАРКА КАРТАГЕ ЕЛАРКА КАРТАГЕ ЕЛАРКА КИЯ КАРТАГЕ ЕЛАРКА КХАТАГЕ КХАНА КХАТАГЕ Или БХОДЖАН, еще одно слово, БХОДЖАН ЕАДМИ КИЯ КАРТАГЕ НИЧО, НИЧО, НИЧО ДА, ПО ПРАВИЛУ, ДЬЯЛАЯТРА, но звучит это как ДЬЯЛЯТРА ДЬЯЛ ОЗНАЧАЕТ, или ДЬЯЛАМ, еще одно слово для воды Да, то есть есть ПАНИЯ, а есть санскритское древнее слово ДЬЯЛАМ ДЬЯЛЯТРА ОЗНАЧАЕТ ПУТЕШЕСТВИЕ ДЬЯЛЯТРА ОЗНАЧАЕТ, ну, ВОДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, дословно Так, ТОВО КИЯ КАРТАГЕ ДИЯЛАРКА ДЬЯЛЯТРА КАРТАГЕ Ага, отлично ЕАДМИ КИЯ КАРТАГЕ ЕАДМИ ПИТАГЕ ЧАЙ ПИТАГЕ Отлично Ну, вот чем больше таких конструкторов проговорить, то есть их нужно чем больше, чем больше поговорить, тем быстрее они как бы на автомате уже будут как бы в той или иной форме Уже как бы самостоятельно появляться ЕЛОК Я КАРТАГЕ ЕЛОК ЛАРТАГЕ ЛАРТАГЕ ЕЛОК ЛАРТАГЕ А здесь не может поменять числа? Что-что? ЛАРТАГЕ Ножные есть, ЛАРТАГЕ Все правильно, да-да-да, они борются ЮТХ КАРТАГЕ ЮТХ, война, борьба ЕАДМИ КИЯ КАРТАГЕ ЕАДМИ КАНГИ КАРТАГЕ КАНГИ КАРТАГЕ Да, ну, причесывается ЕАДМИ КИЯ КАРТАГЕ ЕАДМИ КИЯ КАРТАГЕ ЕАДМИ КИЯ КАРТАГЕ МИШРИТ КАРТАГЕ МИШРА, это вот тоже очень, ну, такая популярная индийская фамилия, означает смесь, перемешивать, этот мужчина, он смешивает ЕАДМИ КИЯ КАРТАГЕ ЕАДМИ РОКТАГЕ 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 Останавливает Так, ну, у нас уже практически у меня почти уже все карты закончились, сейчас вот последние буквально пойдем дальше ЕКОНГЕ ЧАЛАК ЧАЛАК ВАЛА, ну, в прошлый раз, ну, там, говорили, вот как раз, вот это глаголы как раз ВОКЬЯ КАРТАГЕ ВОЧАЛАТАГЕ ТАЛАТАГЕ, поэтому он и ЧАЛАК ВАЛА, да, то есть тот, кто двигает, он, собственно, водит или двигает, поэтому он и есть водитель ЕАДМИ КИЯ КАРТАГЕ ЕАДМИ КИЯ КАРТАГЕ СУНГХАТАГЕ Нюхает СУГХАНДА, это, вот, собственно, запах, аромат или КХУЖБУ, но это уже арабское слово, а вот именно санскритское СУГХАНДА ЕАДМИ КИЯ КАРТАГЕ ЕАДМИ СКИИ КАРТАГЕ СКИИ КАРТАГЕ, да, ну, так как лыжи, в принципе, в Индии есть, и там есть даже, как бы, горнолыжные курорты, мало кто об этом знает, правда, но, тем не менее, есть такое место Гульмарк, так что индийцы сами на лыжах тоже, бывает, ездят, но, само слово, оно, конечно, не санскритское УРЬЯ АДМИ КИЯ КАРТАГЕ УРТАГЕ, да, вот это как раз ЛЕТАТЬ, да, УРТАГЕ, это, ну, как бы, подниматься вверх, взлетать, летать Угу, ну, отлично, ну, вот, мы с вами пробежались по большому достаточно количеству глаголов, и могу сказать, что в обыденной жизни их требуется, ну, около, там, скажем, 30-40 таких вот базовых Для того, чтобы уже начать какие-то такие диалоги, более-менее Ну, вот, смотрите, еще у нас история, тоже из вот этого учебника, сейчас я посмотрю, сколько у нас, правда, времени Да, я думаю, что мы успеем, просто у меня там еще один диалог с вами запланирован, такой еще более интересный, думаю, может быть, его сначала Хорошо, значит, здесь встречается Суреш и Пракаш и общаются друг с другом Тут вот интересные культурные, как бы, есть моменты в этом диалоге, и повторение, вот, по сути, той грамматики, которую мы с вами прошли, и еще немножко разных вот интересных слов из санскрита, из английского, из урду, и как они, собственно, перемешиваются в хиндии То есть, как используются, по сути, и те, и те, и те, и в зависимости от контекста, ну, более или менее используются те или и другие слова Так, ну, я тогда буду за Суреша, а Наталью попрошу за Пракашу К сожалению, ей придется сегодня со всех отдуваться, а остальные Ну, зато практики будет больше, с другой стороны Можно быть крупнее? Да, да, постараюсь Ага, вообще, опять же, скажу, что все имена индийские, они имеют, ну, как это, не смысл, а перевод И вот, например, Суреш означает Солнце, вообще, очень много имен У самого Солнца, то, как Солнце можно назвать, и, собственно, индийских имен Это и Рави, и Суреш, и, я не знаю, Адитья, например, это тоже, собственно, Солнце Огромное количество, и в данном случае А Пракаша, это вот Солнце, опять же, не имеющее непосредственное отношение, это свечение, свет Пракаш Батае Абка, михман, протап Вок, якорта Во, видя, тихе Эк Прайвит 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 скул, да, это английское слово Прайвит, да, частное Прайвит скул, соответственно Ну, как бы так Узка прононсиешан бахут савхе Хиндьме прононсиешан ко кьяках тахе Учарана Ха Пратап очаболта хе Бэйсэ Бэйсэ, да Бэйсэ Бэйсэ, во бахут Он хар Ларка хе Бхонахар ларкар хе Малюмхота хе ки Сангита Усэ нафрат кар тихе Исак юге Мы с вами тут еще несколько слов Таких очень распространенных И использующихся в лестнике Звучим Мэйна хе Мэйна хи джанта Пар Сангита Сочти Сочти Мэйна хе Шарарат 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 Карта хе Бэтьчаге На Бэтьчаге На Я чибат нахи Киларка Гарпа Бэтьчаге Сочти И дальше вот тут как бы кусочек Ну я уже говорю Потому что это немножко сложно может быть Манме Сочта хе Манме Манас Вуме Манме Вуме Сочта хе Про себя как бы думай Тум им бачонко Бабхе Вот такая абсолютно реальная история Значит Тут у нас тоже и много Немножко и грамматики Которую мы еще не прошли Но ее так скользь тоже посмотрим обязательно И немножко слов дополнительных Которые они вот используются в речи Такие как бы Не из словарей Не из учебников в каком-то смысле Как отдельных А вот проходящих диалогах Их только и можно по большей части встретить Прокаж Батае Абка Мехман Протап Бок Якорта Мехман Это вот еще одно слово Как по Роси Да, собственно Сосед А, не, прошу прощения Не сосед Это гость Да Это не сосед Это именно гость Гость, который к ним приехал Излом Как раз В этой прошлой истории Которые мы смотрели Наталья Прокаж Скажи Скажи, пожалуйста Сосед Протап Он Что делает Да Только не сосед Еще раз Гость Мехман Прошу прощения Это гость По Роси Это сосед Мехман Это гость Вовидьяртихе Эк Прайвитскульмэ Хинди Сиктаге Он студент Одного Частной Одной В одной частной школе Сикхинди изучает Да Здесь в данном случае Вот это Эк Означает Что мы не говорим О какой-то конкретной школе Да То есть В хинди Нет артикля Как в английском Который говорит О том Что мы говорим О чем-то конкретном Поэтому Если мы говорим О какой-то То есть Он в какой-то Частной школе Преподает Хинди То есть Мы там Не говорим Что это за школа Мы говорим Какой-то из Узка Прононсиэйшен Багутсавхэ Хинди Прононсиэйшен Кок Я Кахтэхэ Учарана Угу Какая-то Вот это вот Слово Невыговариваемое Скажите Ну По-русски Тоже Невыговариваемое Если вот так Разобраться Его Дальше Вот это вот Ну Какое-то Русское слово Пронсиэйшен Конечно Оно на русский Очень похоже Произношение Да Точно Произношение Очень чистое Да Его произношение Очень чистое Угу А в Хинди Произношение Произношение Ген Угу Произношение Говорят Как Как называют Да Как называют Произношение Вот это слово По сути Да Оно поэтому В кавычках как его называют на хинде учара на то это вот собственно санскритское слово произношение означающий ну в основе грамматики есть учара на вьякара на вьякара на это собственно грамматика учара нам это как раз то что мы сейчас тренирую произношение так а про то отча болтах вейсе в оба вот здесь вот мы с вами проходили к ст какой и существуют как бы как в вопросы так собственно вот как мы сегодня видели уже джо вопрос и ответ джо тот самый то же самое и здесь как бы какой в смысле вопроса и есть смысле утверждение такой который такого качества да это может быть джейси это может быть в эйси то есть такой в том числе он также можно так это перевести в оба руках он ахар да новое слово он ответственный он очень ответственный парень ларка и молюнху вот тут сложное предложение потребуется моя помощь да потому что грамматические конструкции и слов тут много достаточно много молюнху то и ки сангита усе нафрат карте эйса киу хе да значит первое молюмху то и у нас есть слово молюм и оно арабское и оно означает известно хона соответственно глагол быть да известно что и вот это ки который мы здесь видим это сложно подчиненное предложение да что вот как русском и говорим известно запятая что и дальше кусок продолжается как бы следующего предложения ну как бы собирающего у нас общее сложное подчиненное предложение что сангита усе нафрат карте да здесь вот у нас есть после лог с усе с ним у него грубо говоря нафрат сердится нафрат карте это то что вместе это предложение означает известно что сангита данном случае это не песня как можно было подумать а имя девушки усе нафрат карте и она на него сердится и вот это эйса это по сути вот как тоже вот это кейсы эйса эйса киу хе киу означает почему это почему так то есть стало то есть известно что сангита сердится на него почему почему это происходит мы на гиджанта пар сангита сочты реки да мне влюблен усе пьяр карте да вот это собственно форма как рассказать о том что кто-то кого-то любит отча эйк бад ор рач хамешек гар парк юрах тахе в один харк я карта хорошо одна идея но не совсем здесь вот это брат это очень часто используемое слово и она по большей части не сколько идея да это сколько ну такой речевой оборот эйк бад ор означает ну и и вот еще что вот еще о чем я хотел бы поговорить да то есть здесь вот как бы идея и само слово по себе это вечер как раз печарки джи вечер подумайте да сделайте идею аббат это вот как бы тема тема для разговора скажем так понятно почему да почему целыми днями ну тут дальше уже вот я карта целыми днями дни напролет можно так сказать что он целыми днями и вот дальше у нас идут глагол как раз мы сегодня частично смотрели частично новый год хельтаге хатаге сотаге шарарат картаге бачагена хельта вот было у нас а нет у нас было кхольна правильно мы кхельна не посмотрели кхельна означает играть шарарат картаг это причинять беспокойство то есть хулиганить да он же ребенок что он еще может делать собственно ну на что суреш он как бы осуждающий говорит я ачи бак на и и бак на и ки ларка гарпар а ки ларахтах это нехорошо да это это не дело это это плохо мальчик дома один да что мальчик ну как бы дома дома один речь хоро и нба тонко суреш черно-чорно означает бросить выброси и суреш да ну как бы тут в конце инба тонко эти разговоры эти мысли вот опять же вот это слово бат да только вот как бы уже в другом немножко контексте а речь хоро и нба тонко суреш эти ты беседы брось суреш и про себя он думает до манная сочтаге тум и нба чонко баб холк я ты что его отец да чтобы ну вот как кому-то что-то рассказывать о том что хорошо что или плохо и могу сказать что индийцы вообще очень не любят когда что-то кого-то ругают причем даже если это может быть и конструктивно и правильно но слушать этого они особо не хотят могу сказать честно и как правило ну как бы ругаться бессмысленно то есть это на них не действует по большей части замечательно так ну что еще один диалог осилим отлично значит тут большой такой достаточно диалог еще из одного учебника но он очень такой наполнен это тоже всякими разными конструкциями значит кто у нас тут моя да такое вот имя тоже женская иллюзия означает вот и она общается у нас с рамеша рамеш вообще все имена которые заканчиваются на ешь ганеша суреш то за штаммой динеш мукеш все это вот это ешь это сокращение от слова и швара божество но соответственно рамеш это у рама да как один из аватар собственно бога и вишна в данном контексте таким вот образом имя такое у человека так ну тогда вы будете за моем будет логично я буду за вот этого самого рамеша промеж том конце скульный партах у гири мэри канат и делаем и сатвим как шамы и партах у и скультур яхар сэ бахут дур хээ мэй бас сэ скуль гатта хоу каби-каби сайкл сэ бхи гатта хоу мэре сатв мэрэ дуэст бхи гатта хэ да видите вот в учебниках тоже бывают опечатки что называется потому что тут написано джалчхи но при этом если мы посмотрим с конскрипцию написано джалди потому что это явно опечатка джалди означает быстро да субах джалдзи ут хатэхо ты рано встаешь означает просто вот в учебнике опечатались он бывает мээ субах субах чхэ бадзе ут хатагу фир данцав картагу фир нахатагу орскуль джатагу а кья тум нашта нахи карте джи мээ пахлэ нашта картагу фир гхарсэні кальтагу до пахарку скульки контин мэй хатагу ой не контин кентин это английское слово да столовая по сути кентин мэй хатагу а я тун скуль мэй куч холтэхо кельтэхо только хельтэхо играть холь на открывать хель на играть хельтэхо джи нахи скуль мэй куч на хельтэхо пар шамког харпар крикет хельтэхо кап еще этого вопрос до бадзе так скуль мэй рахтагу фир гитарки как шамэ дятагу тин бадзе гхар атаку да ты Gлан хир过 ко Komщев холтэхо игр гхар и другие explan гхар скуль мэй куч ред х халтэхо Ну, это неправда, скажу честно. Обычно в 10 часов они идут ужинать. Это такая странная индийская традиция – наедаться на ночь. Ну что, разберём, значит, диалог. Рамеш. Тум консэ скульмэ партэ хо. А, Рамеш, ты в школе откуда? Консэ. На самом деле вот это слово обычно пишется вместе. Консэ означает, тут вот это путает как раз, я думаю, что здесь кон, кажется, что кто. Но на самом деле это другой вопрос. Консэ означает который. Консэ, соответственно, в которой школе. Оно консэ, почему? Потому что здесь косвенный падеж. В которой школе. Да, то есть будет которая школа консэ скуль. Но так как у нас в которой школе, поэтому консэ скульмэ партэ хо. Учишься? В какой школе ты учишься? Угу. Да, замечательно. И он отвечает. Я в этой вот школе. Вивеканан. Вивеканан – это имя на самом деле. Это имя очень известного деятеля индийского Вивека. Это очень интересные слова, тоже санскритские на самом деле. То, как его имя переводится. Вивека означает распознавание. То есть, когда человек может узнавать что-то, вот просто взглянув на что-то. Вот это называется Вивека. Когда человек обладает таким навыком видения, распознавания того, что он видит. Ананда означает блаженство. Да, то есть блаженство распознавания. Вивекананда – это очень известный деятель. В Индии есть его школа, собственно, есть его ашрамы, собственно. Он очень известный. Вивекананда – это как раз школа. В Вивекананда в данном случае это название школы. Извиняюсь, а вот падшала, она как бы тоже на равных? Да. Падшала – это просто санскритский тоже. Падх – это, ну, как бы, шала – это, само слово, это приют, можно так сказать. Ну, это как бы место. Да, ну, вот я санскрит изучал, у нас называлось самбада шала, да, то есть там, где происходит вада общения. Шала – это вот место, где происходит действие. А падх – это вот, собственно, изучение. В седьмом классе, да, учусь. Сатын какша, да, вот какша – это как раз класс. Да, занимаюсь в седьмом классе, отлично. Вос культу яхасе багудурхе. Да, школа – это откуда? Яхасе. Яха – это здесь. Се. Если по логике, то когда… Вот, например, у нас вопрос. Кагасе, как он переводится у нас? Куда. А если яхасе? Чуда. Отсюда, да. Яхасе багудурхе. Да, эта школа, она… Чуда очень далеко. Замечательно, ага. Мэй басце скуль джатагу. Я… Бас. Бас. Нет, ну, с одной стороны, да, но в данном случае, это английское слово. А, автобус. Конечно. Я автобусом в школу еду. Габик, габи сайклсеп гиджатагу. Иногда на велосипеде так же еду. Мэй ри садх, да. Вот тут вот это, после лог мы еще не проходили. С, да, мэй ри садх. Со мной. Мэра дождь пьеджатаге. Со мной мой друг тоже едет. Тоже ездит. Угу. То тум субах джалді утхате го. Тум скуль са мэй пар кейсэ пахунчте го. Ты утром рано встаёшь. Угу. Ты в школьное время. Скуль са мэй пар. Са мэй пар. Тум скуль са мэй пар. Да. Са мэй – это время. Или вакт, ещё одно слово. Ты в школьное время. И вот это новый глагол, да, у нас его ещё не было. Пахунчна – прибывать означает. Ну, в школьное время прибываешь, успеваешь никак. Кейсэ – каким образом, как. Да, то есть это предложение означает, каким же образом ты успеваешь попасть в нужное время в школу. Ну, то есть во время занятий имеется в виду. Мэ субах субах. Да, тут удвоение. Че ба че утхата го. Я рано утром на нём? Рано, рано утром. Да, субах, субах. То есть в шесть часов. Стою. Стою. Фир, дант, сав, картаху. Потом. Дант. Это зубы. А, потом зубы, получается, чище, да? Да, потом чище зубы. Фир, нахатаху. Вот это слово вы тоже не знаете. Ещё один глагол. Купается. Ага. Орскуль джатаху. И еду в школу. И еду в школу. Отлично. Кья, тум нашта нахи карта ге? А ты завтра не завтракаешь? Да. Ты что, не завтракаешь? Дзи, мэ пахле нашта карта гу? Я первая завтракаю. Сначала завтракаю. Сначала завтракаю. Фир. Харсе не кальта гу. Не кальна. Дома не кальта. Не знаю. Выходить. Не кальна означает выходить. До пахар. Кос кульки кэнтин мэ кха таху. До пахар. В древние времена система измерения времени у дидицев была другая совсем. Мы говорили о том, что есть мухур, то там 45 минут, например. И есть пахары. Пахары – это разделение по 6 часов. До пахар, соответственно, это 12 часов. Соответственно, до пахар, по – это во второй половине дня, после обеда. Кэнтин мэ кха таху. Кэнтин. Английское слово «кантин» – оно означает столовая. Да, то есть школьная столовая. То есть после обеда в обеденное время я кушаю в школьной столовой. Кэнтин мэ кха таху. Ты в школе играешь? Угу. Дина ги скульной кучна ги кельта. Не играю в школе. Пар шамку гхар пар крикет кельта. Оно вечером дома в крикет играю. Да, шамку только еще шам. Означает вечер, да. Да, все правильно, да, было бы это, я пропустил. Скульцы кап вапаса таху. Еще одно вопросительное слово. Кап означает «когда». Вапас означает «обратно». Ты из школы когда возвращаешься? Угу. Так, сейчас я только сюда промокаться, да. До баджи такс кульмерах таху фир гитар ки кавшамэ джатаху. Тин баджи гхара таху. До двух часов в школе нахожусь. Угу. 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 Гитар. Угу. Угу. Гитара. Гитара. Ки как ша. Да, класс гитары. В классе гитары, класс гитары иду. Да, иду в класс гитары. Ну, иду заниматься гитарой. Тин баджи гхара таху. Три часа домой иду, ухожу. Угу. Ну, и в три часа освобождаюсь, иду домой. Том хари чоти баха ниша. В гитум хари сац кульме пархатихе. Пархатихе, прошу прощения, пархатихе. Твоя младшая сестра ниша также с тобой в школе учится. Нет, она сейчас маленькая. Угу. Её возраст. Умор. Возраст. Угу. Десять лет. Угу. Праймери. Английское слово, да, ну, его так можно и переводить. Праймери с кульме. В первичной школе, в детском саду. В первичной школе, да. Угу. В учебную школу ходит. Она в третьем классе. Да, она в третьем классе. Вообще у индийцев, у них 12-летнее образование, как в Европе. И, собственно, оценки у них тоже ставят процентами. Не пятёрки, четвёрки, тройки, а вот там, соответственно, процент успеваемости. Кья ниша бхи тум хари сад кхель тихе. Кья ниша с тобой тоже играет? Вото чё тихе. Уске сад, дусры чё ты бачек тихе. Она-то маленькая. С ней второй... А, второй ребёнок играет. Да? Второй маленький ребёнок играет. Другие дети, другие дети играют. Другие маленькие дети играют. Угу. Да, здесь немножко сложно, что бывает косвенный падеж, дусры, да, собственно. И есть, как бы, прямая речь. В данном случае же это прямая речь. Тут никаких, как бы, послелогов и никаких, как бы, сносок нет. Вот, поэтому здесь другие маленькие дети, они с ней играют. Ратко тум лог капсу рот его. Ночью ты когда ложишься спать? Вы, лог, это люди, да, то есть, как бы, в какую ночь, ну, вы, имеется в виду семья, да, ты, сестра, там, и так далее, и родственники твои. Да, во сколько вы ложитесь спать? Ратко хам, да, мы. Да, с бадже с ватахе. Ну, а ночью мы, ам, мы в 10 часов вечера ложим. Да, с бадже, да, ну, вот у нас ещё тут слова, связанные со временем как раз, да, бадже, это, собственно, час. Салли, это, собственно, год, да, но мы к ним ещё придём, они по учебнику у нас тоже будут. А можно у нас конкурс попать? Конечно, конечно. Тут вот есть утро, это Субах. Ага. Рат, Шама, Ниско, да, а Субах, Биско, почему? То есть утро... Хороший вопрос. Здесь, честно скажу, мне немножко сложно сказать. Понимаете, вообще Субах тут ещё сложный вопрос в том, что оно арабское слово. То есть есть Прабхат санскритское, а есть именно Субах, которое арабское. Но здесь ещё вопрос в том, что... Нет, тут Тум Сабах джалдиют хатэхо. Да, да. Я посмотрю на этот вопрос-ответ, потому что, честно говоря, как правило, именно вот это КО, оно и есть показателем времени, да. До Пахар КО у нас было, действительно, Рат КО, Шам КО, оно используется. Почему оно не было использовано с утром, мне надо, честно говоря, посмотреть ещё. Не скажу сейчас. Хорошо, будем ждать. Да, 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 разберёмся с этим. А с остальным всем вроде всё понятно было, да? Так, замечательно. Ещё вопрос. В то задание, которое я в прошлое воскресенье давал, там чего-то получилось у всех сделать? Скажите, пожалуйста, мне все по поводу подготовиться, общаться с индийцем, чтобы у него спросить, кто он, чего он, откуда он и так далее. А можно только был один вопрос задавать? Я там написала в кабинете? Нет, наоборот. Нужно как... Чем больше написать, тем лучше. Чем больше нужно написать? Да, да, да. То есть я что хочу в перспективе, чтобы понимать, чтобы мы сначала сами потренировались, да? Ну, то есть в одиночку это, конечно, сложно будет. Я надеюсь, что кто-то ещё у нас подключится, сначала пообщаться у друг друга, поспрашивать, да, эти вопросы, поотвечать на них. А потом уже пригласить самого индийца, ну, чтобы это было как-то более... Ну, более просто, что называется. Так, хорошо. Я смотрю, что вот Ольга у неё в процессе, у Светланы что-то получилось. Так, ну, смотрите, постарайтесь к следующей среде ещё более плотно это сформировать. Мы попробуем с вами, я надеюсь, что у нас опять же будет больше, посмотреть, что получилось, и попробуем позадавать эти вопросы, поотвечать на них и просмотреть, что есть. Хорошо? Хорошо? Потому что я очень надеюсь, что индийцы я всё-таки вытащу, и у нас получится с ним пообщаться, да? А так, к четвёртому уроку у нас словарик есть, потому что мы сегодня прошли, ну, вот... Ольга, я подумаю, я подумаю, как это сделать, да, на ваш вопрос. Вот. Максимум, ну, на самом деле, Светлана, как в обычной жизни, да, то есть, как правило, есть 10-20 таких ключевых вопросов, после которых мы можем какой-то портрет составить из человека. Откуда он, да, чем он занимается, есть ли у него семья, там, что ему... Вот он приехал, он турист, например, или он едет куда-то, нравится ему то, куда он едет, или то, откуда он приехал, почему он здесь. То есть, вот такие общие вопросы, которые вы всегда задаёте, ну, встречному. Да, вот, собственно, их обычно 10-20 штук. Так, я думаю, что этого достаточно уже будет для того, чтобы попробовать их потренировать. Ну, сегодня у нас было достаточно большое количество глаголов. Если вот кроме тех, которые у нас есть в словаре, предыдущем уроку, вы ещё и подучите те, которые были сегодня, это будет очень здорово, и вам, на самом деле, очень поможет в случае практики хинди, потому что, действительно, глаголы – это очень большая часть речи, и дальнейшая грамматика, которая у нас будет там в следующие уроки, она будет непосредственно связана с этими глаголами. То в будущем времени, то в прошедшем времени, поэтому чем больше вы будете их знать, тем вам будет легче. Ну, замечательно, Светлана. Ну, вот, может быть, ещё там штук 8 подумайте предложений. Да, и рекомендую вам, вот мы сегодня с Натальей делали такое предложение, упражнение с глаголами. Я вам в качестве такого домашнего задания, которое я проверять особо не буду, предлагаю построить… Вот это мы, кстати, пропустили эту картинку, по-моему. Ну, ничего страшного, может быть, в следующий раз ещё посмотрим. Ну, например, вот это. Да, взять любой из этих глаголов и постараться… То есть вот смотрите на картинку и формируете предложение о том, что он ожидает, они ожидают, она ожидает. И чем больше вы будете проговаривать… Важно очень эти предложения проговорить вслух. Чем больше вы будете их проговаривать, тем больше вы будете к этому привыкать, и это будет становиться чем дальше, тем проще, проще, проще. И пускай конструкции будут абсолютно одинаковые, да, ну, например, «Воинтазар картаге», «Сурешинтазар картаге», «Мукешинтазар картаге», «Суперменинтазар картаге», я не знаю, «Еадмиинтазар картаге» и «Еларкаинтазар картаге», чтобы это было уже просто на автопилоте. Чем больше вы таких предложений сделаете, тем в тот момент, когда у вас возникнет реальная ситуация, вы меньше будете задумываться о том, что нужно сказать, «карта», «карти» либо «карте», потому что это будет уже просто вот на автопилоте. Для этого нужно, ну, как бы побольше, побольше вот этих вот фраз проговорить. И здесь именно нужно их не читать, а нужно их вслух озвучивать. Можете себя записать, чтобы потом со стороны послушать и понять, насколько вы, как бы, медленно или быстро говорите, и насколько это похоже на язык оригинала, собственно. Ну что, я думаю, что уже время у нас подходит к концу. Мы, по-моему, сегодня очень продуктивно поработали, очень много у нас сегодня и лексики, и грамматики, и слов новых, и глаголов. По-моему, сегодня мы замечательно идем. Жду вас в воскресенье. Назначенное время в 7 часов. Жду от вас домашние задания тем, кто, собственно, и те, кому они заданы. Да, и пойдем дальше по учебнику, у нас следующий урок. До встречи. Спасибо вам большое. Намаскар. Спасибо. 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 Спасибо.